На телеканале Омск ТВ новости смотрите сегодня. Льготная, но недоступная. Кому придется запастись терпением, чтобы накопить на ипотеку? Системный сбой в госпитализации пациентов с коронавирусом может стоить должности министру здравоохранения Ирины Солдатовой, а также ее заместителям. Александр Бурков ответил на вопрос о том, как идет проверка деятельности Омского Минздрава федеральными ревизорами. Отмечу, что расследованием ситуации, сложившейся в системе здравоохранения региона, занимаются как представители областного правительства, так и специалисты Федерального Росздравнадзора. Повышенный интерес к работе Омского Минздрава появился после забастовки врачей скорой помощи. 27 октября медикам сразу двух бригад пришлось больше 10 часов возить пациентов с коронавирусом по городу из-за того, что им не могли найти место в больницах. Проблема решилась только после того, как бригады неотложки припарковали реанимобили у здания Минздрава со включенными проблесковыми маячками. Действия чиновников, которые довели врачей до столь крайних мер, глава региона окрестил преступной халатностью. Кадровые решения в отношении главы региона Минздрава и других сотрудников ведомства будут приняты по результатам идущих проверок. В ближайшее время закончатся проверки, как наша внутренняя проверка, так и проверка федерального Росздравнадзора. По итогам и результатам этих проверок будут сделаны уже приняты кадровые решения. И кадровые решения могут касаться как министра здравоохранения, так и других сотрудников этого ведомства. Сейчас, чтобы эта система работала слаженно, создан единый центр госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Он работает на базе скорой помощи, и он же отслеживает оборачиваемость коек в больницах и поступление больных, госпитализацию больных именно в эти стационары. Вернулся Александр Бурков и к теме дефицита лекарств. Из-за ажиотажного спроса с полок аптек практически исчезли противовирусные препараты и антибиотики. Кстати, сам Александр Бурков заявляет, что при коронавирусе антибиотики не нужны. При этом ссылается на собственный опыт борьбы с COVID-19. Впрочем, глава региона подтвердил, что уже разослал фармпроизводителям письма с просьбой увеличить поставки необходимых лекарств на аптечные склады Омской области. Еще одна тема, которая беспокоит омечей, это ограничения, связанные с коронавирусом. Однако, по словам губернатора, пока изменения в режиме работы частных компаний, прежде всего речь идет о кинотеатрах, кафе и ресторанов, не планируется, кроме уже заявленных ранее. Это требование для общепита – закрываться с 12 ночи и до 6 утра. При этом работать на вынос разрешено. В Федеральном Минздраве озвучили список препаратов, которые будут выдавать бесплатно пациентам с легкой формой коронавируса, которые проходят лечение амбулаторно на дому. Первым в списке значится отечественный препарат – фавипировир. В России противовирусное средство с данным активным веществом выпускается под тремя названиями. Это ариплевир, коронавир и авифавир. В перечень также вошли гидроксихлорохин, азитромицин, интерферон-альфа, римдесивир и умифенавир. Омской области на обеспечение препаратами от коронавируса из Федерального резервного фонда выделено свыше 72 миллионов рублей. Рассчитывать на бесплатные лекарства смогут только те мечи, диагноз COVID-19 у которых подтвержден официально. Следовательно, для этого нужно пройти тест-мазок методом ПЦР по направлению лечащего врача. В четверг, 5 ноября в Омской области официально подтверждено 211 новых случаев заражения COVID-19. Эпидобстановка в регионе начнет улучшаться только после Нового года. Такие прогнозы дает Александр Бурков. В связи с этим госпитали для пациентов с COVID-19 начнут открывать на базе омских санаториев. По словам губернатора, количество заразившихся продолжает расти. Соответственно, заполняемость больничных койк очень высокая. Выделенных мест под ковидных больных хватает. Однако пока ситуация продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой. Необходимо увеличивать резерв. В ближайшие дни появится 260 дополнительных койко-мест на базе областной клинической больницы, 17-й больницы и пяти центральных районных медучреждений. Также, по словам губернатора, на случай резкого роста заболеваемости коронавирусом в Омской области, необходимыми для лечения COVID-19 системами, оборудуют несколько санаториев. Что касается кислорода, с ним на территории региона сложностей нет. Резерв в Минздраве начали оформировать еще весной. Несмотря на проблемы в системе здравоохранения, а также на перебой с поставками лекарств в аптеки и чрезмерную загруженность врачей, омские медики продолжают настаивать на том, чтобы жители региона при первых симптомах ОРВИ или гриппа обращались за помощью в больнице. Так как самостоятельно распознать заражение коронавирусной инфекцией без консультации со специалистами очень сложно. Подробнее о том, почему сейчас нельзя заниматься самолечением, мы поговорили с заведующей пульмонологическим отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи номер 2 Ириной Дубровской. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Осенние каникулы продлены до двух недель. Омские школьники выйдут на учебу 16 ноября. Губернатор Александр Бурко внес изменения в постановление. Во время школьного отдыха несовершеннолетним запрещено посещать кинотеатры, общепиты, торговые центры без родителей. В рекомендациях только прогулки на свежем воздухе. После начала новой учебной четверти на дистанционку могут перейти старшеклассники. Решение будет принято позднее. Учащиеся младших и средних классов будут посещать занятия оффлайн, поясняют в Минобразование. Однако с 9 по 22 ноября на дистант перейдут учреждения профобразования, колледжи, техникумы и училища. Также в этот список попали вузы, а спортивным школам и дополнительным секциям работать вообще запретили. На данный момент разрешены только международные и всероссийские соревнования. Как будут работать учебные заведения после окончания каникул, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Вооружившись тряпками и дезинфекторами, сотрудники пассажирских предприятий продолжают борьбу с распространением инфекции. Соблюдение чистоты и санитарных правил в салоне – обязанность кондуктора. Общественный транспорт подвергается обработке не только перед рейсом и в конце рабочего дня, но и на конечных остановках, где работник протирает поручни, спинки сидений раствором диахлора и проветривает салон. Такие противоэпидемические меры занимают около 10 минут. По информации департамента транспорта, кондуктор и водитель проходят утренний фильтр. Если есть симптомы ОРВИ или повышенная температура, то допуск в рейс не получают. В мэрии еще раз напоминают о мечам. Пассажиров, которые будут саботировать масочный режим, никуда не повезут. Тех, кто пренебрегает средствами защиты, разрешено высаживать из автобуса или троллейбуса. В случае отказа пассажира надеть маску или покинуть салон добровольно, водителю и кондуктору рекомендовано вызвать наряд полиции. Такие правила действуют с 1 ноября. Поэтому, в свою очередь, муниципальный транспорт работает без сокращений. Коммерческие перевозчики аналогично пытаются максимально организовать возможный выпуск. Поэтому, чтобы не случилось таких вещей, как сокращение выпуска подвижного состава, как задержки в движении, я еще раз обращаюсь к гражданам и прошу их одевать маски в салонах наших транспортных средств. Выделенная полоса для общественного транспорта, возможно, и облегчила жизнь пассажирам муниципальных автобусов, но стала проблемой для водителей личных авто. Амичи раскритиковали инициативу городских чиновников сразу после появления дорожной разметки по улицам Лукашевича и Красный путь. И, как выясняется, не напрасно. На улице Лукашевича появились заторы выходного дня. Автолюбители жалуются на длинные вереницы машин, которые тянутся от Первомайского моста. А в подтверждение выкладывают в соцсетях видеозаписи с нескончаемым потоком авто. Специальные полосы для общественного транспорта на двух главных городских автомагистралях появились без расширения проезжей части. Теперь для владельцев личного транспорта и такси функционируют в лучшем случае две полосы. При этом по улице Красный путь левые повороты не отменены. И поэтому на самых загруженных участках, в том числе у водников, по факту некогда трехполосная дорога сузилась до одной полосы. Теперь, если ехать прямо, только одной полосой. К чему это привело, мы видим сейчас. Вот оно что, вот. Я уже сколько еду, а пробка на стричке все не заканчивается. В Дептрансе отмечают, что после появления спецполос время проезда улицы Красный путь на общественном транспорте сократилось в два раза – с 24 минут до 11. В ведомстве также заявляют, покидать специальные полосы общественный транспорт не имеет права. Если сотрудники ГИБДД заметят автобус, троллейбус или маршрутку на средней полосе, то остановят и выпишут штраф. Наказание ждет и водителей личных авто, которые воспользуются свободной крайней правой полосой. Если проехать за автобусом по выделенке, можно лишиться полутора тысяч рублей. Несмотря на недовольство автолюбителей, отказываться от новой дорожной разметки в городской администрации не собираются. В следующем году обеспечить общественному транспорту зеленую полосу планируют на улицах Богдана Хмельницкого и 70 лет Октября. В Омске копить на минимальный взнос за ипотеку придется два года. Аналитики фонда Дом.РФ провели исследование и выяснили доступность жилищных займов для жителей российских регионов. Проще всего накопить на ипотеку в Ямало-Ненецком округе, Магадане и на Чукотке за один год. Запастись терпением предстоит жителям Северного Кавказа, которым на первоначальный взнос придется откладывать около трех лет. В среднем по стране срок накопления первоначального взноса на ипотечный кредит составляет 21 месяц. Рассчитывается это время, исходя из средней зарплаты по региону и стоимости квадратного метра. Для Омска на жилищный заем реально накопить за 24 месяца. В целом же интерес к ипотечным кредитам в России продолжает расти. По предварительным подсчетам в октябре зафиксирован рекорд. Общая сумма около 550 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем месяцем ранее. Специалисты объясняют всплеск заинтересованности россиян программой льготного кредитования. В Омске программу льготного ипотечного кредитования, по которой 50% стоимости кредита субсидируется из областного бюджета, продлили. Таким образом, оформить ипотечный заем под 3,1% можно до 1 июля 2021 года.